Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы на автомобиле Nissan Murano в кузове Z51 разберем обшивку передней правой двери попробуем выяснить причину почему не открывается дверь снаружи такое впечатление, что слетела тяга с ручки для этого мы ее сейчас откроем и посмотрим, как нам ее здесь разобрать я думаю, что начнем с этой ручки открывания потом посмотрим, где у нее есть еще крепление похоже, больше крепления у нее нет сидит она на клипсах разбираем берем отвертку и отсюда поддеваем эту крышечку вот получается она здесь заводится а здесь защелкивается все верно здесь вот болтик M6 головка на 10 его откручиваем открутили теперь снимем накладку открутили теперь снимем Субтитры сделал DimaTorzok Здесь получается защелки И вот это получается защелки Просто защелкивается Также здесь мы тоже видим болтик Здесь не болт, здесь саморез Но наверное больше креплений нету Поэтому берем и пиваем ее Что-то еще держит Будем искать, что там еще можно держать Сейчас снимем вот этот уголок А его не надо снимать Он вместе с обшивкой снимется Вот похоже, что здесь Под этой штукой еще есть крепление Сейчас посмотрим, что там Да, вот еще один болт Здесь получается поддел сзади И по бокам Вот они, две защелки С этой стороны Вот они, две защелки И две защелки с этой стороны Снимаем Разъем И откручиваем И откручиваем этот саморез Вот они, две защелки И откручиваем этот саморез И откручиваем этот саморез И откручиваем этот саморез Здесь еще снимаем разъем На лампочку Здесь снизу стоит лампочка подсветки И снимаем два тросика Внизу разъединяем разъем На подсветку Все, обшивку мы сняли Теперь мы откручиваем 10 болтов По периметру, который держит Откручиваем болты Так, этих 10 болтов открутил Теперь открутим вот этих 4 болта Я так полагаю, что ими крепится стеклоподъемник Сейчас посмотрим Ну, можно было попробовать здесь вот ручку сбоку снять Но мне интересно, что там с тягой произошло Поэтому полез в обшивку Смотрите, что там с тягой Так, стеклоподъемник отключили, вон, открутили, у нас приопустилось стекло. Внизу надо проводку, в этом месте, от двери от цепей. Вот такое критерие, по бокам, здесь по бокам получается нажимается, одна сторона и другая сторона вытаскивается целы. Разобрал ее дверь, разобрал я ее неправильно, объясню, что неправильно, стеклоподъемник, как и на фольксвагене, стоит на рамке, только там на рамке он стоит внутренней, а здесь он стоит на рамке, вот на этой черной. Вот эти болты, которые 4 штуки, я открутил белые, их откручивать не надо. Надо было стекло опустить вот до этих отверстий, здесь заглушка, это отверстие, и здесь открутить два болта, которые крепят стекло к рамке. Следовательно, я сейчас обратно собрал ее, потом приопустим, когда подключим, приопустим и уже там закрепим, покажу это. Отцепил проводку от этой рамки полностью, это вот тяги, которые на внутреннюю ручку ведут, но нашел там внизу, сейчас. Вот сам механизм ручки, и вот тот трос, трос, который идет на замок от ручки, он не двигается, почему он не двигается, непонятно. Сейчас мы целиком снимем ручку дверную, для этого мы отключим вот этот разъем, вот этот разъем отключим, чтобы нам ручку вытащить, и отключим вот этот разъем, чтобы нам потом этот корпус снять. Сейчас отключаем эти разъемы. Отключил я этот разъем, этот разъем, отцепил от ручки полностью, потом мы подключим. Сейчас мы откручиваем. Откручиваем вот здесь с торца. Снимаем вот эту заглушку. И битый сплайн здесь, насколько получается, Т-30. Откручиваем вот этот саморез. Болт. Откручиваем его до конца. И теперь снимаем ручку. Снимаем эту ручку. Для этого мы ее отводим немножко назад и вытаскиваем. Вот проводка, которую мы отключали. Теперь смотрим, как нам снять всю ручку. А, вот еще сейчас отцепим проводку с корпуса ручки. Смотрим, что у нас держит ручку. А ручку у нас держат просто вот эти защелки. Вот. 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 Сдвинулась назад и вот она полностью снимается. У нас порвался трос. Вот и все. Видите? Оторван трос. Видно? Видать, дверь примерзла. Ручку рванули и все. Трос, трос, трос. Новый мы заказывать, конечно, не будем. Это долго. И быстрее всего вряд ли он вообще придет. Я думаю, такие вещи ломаются крайне редко. Спасет бау-центр. Едем в бау-центр, берем метр троса по диаметру такой же и клепаем на него бабушки. Сейчас трос сниму. Так. Все. Снял я трос. Вот он трос. Вот его оторвали просто в наглую. Сам трос. Сейчас я его шевелил. Он двигается. Решил я по-другому сделать. Снял оборванную бабушку. Вот она такой длины. Что я сделал? Трос здесь, видите, идет в такой оплетке. Внутри она капроновая, а сверху она армированная прутами металлическими. И все это, она не мотаная, как у нас. Она просто длинная. Я взял, по периметру здесь ножом, рассек изоляцию. И просто стянул этот наконечник фиксирующий. Теперь что я хочу сделать? Взять вот на такую длину, длину бабушки, обрезать здесь изоляцию. Снять ее ровно на столько. Я укорочу рубашку и вставлю обратно вот этот фиксатор. Сейчас обрезаю пока рубашку. Ну что, вот рубашка. Укоротил я, как и говорил, вот на такую длину изоляцию. Ровно на бабушку оторванную. Новую бабушку паять не стал. С детства взял, как мы тросики восстанавливали. Гаечка М3. Зажал ее в тисках. Тросик дополнительно смазал. Ходит нормально. Теперь устанавливаем его в ручку. Получается ручка. Вот сюда он заводится. И вставляется здесь в паз. Все. Сейчас сюда еще добавлю смазки. Чтоб бабушка в смазке ходила. А так вот, получается, трос ходит. Сейчас. Ну, здесь все подтягивать надо. Собираем. Заводим ручку. Все, она здесь вот просто завелась. Все, здесь она стоит уже. Дальше крепиться она будет за счет того, что мы вставим эту ручку. И задняя вот эта часть, она встает в распорку сюда. Вот этим болтом боковым. Она ее распирает. И все. Она неподвижно стоит. Одеваем трос. Прокладочка. Прокладочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставим на место заглушку... Капроновой заглушкой... Ну и собираем здесь... Сейчас одеваем трусик... Для этого нам надо... Вот этот верхний... Сначала завести... Снизу в паз... Попробую показать... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас попаду и покажу... Продолжение следует... 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 проводку мы здесь одели теперь мы ставим на место стеклоподъемник еще раз проверяем ручку защелкиваем два механизма и ручкой тянем все открывается отлично подъемник стекло я зафиксировал вот здесь вот отверткой поднял его вверх и зафиксировал она стоит не падает ничего сейчас когда мы будем ставить вот эту рамку она будет упираться вот в эти уши поэтому сначала заводим троса убираем и и Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас стеклоподъемник подключаем, опускаем стекло от до этого отверстия. Видно его? Да, до этого отверстия и до этой заглушки. Заглушку мы здесь частично снизу сейчас оторвем. Аккуратненько. Аккуратненько. Продолжение следует... Так, проводку все подцепили. Сейчас помоем руки и ставим обшивку. Устанавливаем обшивку. Сначала подключаем троса на ручке. Теперь подключаем разъемы. Все посадили на место, теперь защелкиваем все клипсы. Закручиваем. Вот этот саморез закручиваем и вот этот саморез закручиваем. Закрутил, ставим подлокотник, заводим его вперед и защелкиваем. Ставим заглушку ручки. Заводится она вперед, сзади защелкивается. И ставим стеклоподъемник в клавишу. Защелкиваем здесь, заводим спереди и осаживаем на место. Так, пробуем дверь. Все работает. Все изумительно и замечательно. Все получилось. Всего вам доброго. Продолжение следует...